МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это ОМСК «Здесь». Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях минувшей недели. И так сойдет. Как и чем в этом году планируют ремонтировать дороги в Омске? В 2016-м члены комиссии определились с парой кандидатов, из которых уже на следующей неделе выберут нового мэра Омска. Спрячь за высоким забором. Почему наш город вошел в тройку лидеров в стране по огороженным территориям и что чаще всего находится по ту сторону заграждения? В пятницу днем произошла страшная авария. В Нововаршавском районе поезд столкнулся со школьным микроавтобусом. Инцидент произошел на нерегулируемом переезде на автодороге Красный Яр Победа. В микроавтобусе ехали 10 детей. Погибли водитель и сопровождающая школьников. Кроме того, 8 из 10 учеников пострадали. У них травмы различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации водитель Газели выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. При этом световая и звуковая сигнализации находились в исправном состоянии, сообщили в прислужбе РЖД. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновений избежать не удалось. Также известно, что транспортное средство было оборудовано ремнями безопасности, пахографом и соответствовало всем необходимым нормам перевозки детей. Проверка продолжается. В минувшую среду в Омске вновь вводили особый режим из-за неблагоприятных метеорологических условий. Зловонья снова почувствовали жителям нескольких округов города. Источник выбросов по-прежнему ищут, а из-за установившегося штиля предприятиям запретили вести растопки, погрузки и разгрузки. Те работы, которые могут привести к загрязнению окружающей среды. В четверг и пятницу ветер усилился, однако, как пояснили в опертижском управлении гидрометеослужбы, если в Омске опять становится штиль, особый режим введут снова. Добавлю, что на минувшей неделе федеральный министр природных ресурсов Сергей Донской сообщил, что одним из наиболее вероятных виновников выбросов этилмеркаптана, произошедших в марте, является омский нефтеперерабатывающий завод. А как выяснила прокуратура Омской области, на территории региона в воздух выбрасывалось свыше 200 вредных веществ, однако на 10 стационарных постах в Омске проводится мониторинг содержания только 30 из них. Все дело в значительном сокращении средств, выделяемых на мониторинг. В 2018 и 2019 годах финансирование и вовсе не предусмотрено. Представители контролирующего ведомства указали губернатору Назарову на то, что необходимо увеличить финансирование экологической деятельности в регионе. А глава региона попросил федерального министра отправить в Омск область экспертов, которые помогут установить виновных в выбросе этилмеркаптана в атмосферу. На этой неделе начал подниматься уровень воды в РТШ на территории города. Прирост, по прогнозам, от 1 до 8 сантиметров в день. И хотя синоптики по-настоящему большой воды не ожидают, спасатели готовятся к паводку по наихудшему сценарию. Затопить может и две трети всех районов региона. Там вода ежедневно прибывает на 11 сантиметров. Ледоходный РТШ пройдет до 26 апреля, на Аммии-Таре до 21. В этих условиях реки в среднем поднимутся на 50-130 сантиметров выше нормы. До критической отметки РТШ, Тара и Шиш разольются в районе Черлака, Тары, Тевриза, Устешима и Муромцева. Для оказания экстренной помощи жителям подтопленных деревень подготовлена техника. Вертолет санавиации, три судна на воздушной подушке и плавающие гусеничные транспортеры. А в городе уже начало топить дачные участки в садоводческих товариществах. Пострадало около 40 семей из-за угрозы подтопления перекрыли и участок Красноярского тракта. Впрочем, некоторые участки дорог впору перекрывать из-за их неудовлетворительного состояния. Автолюбители массово жалуются на ямы. Станции техобслуживания подсчитывают прибыль. Дорожники спешно латают участки некоторых дорог то кирпичом, то все же асфальтобетонной смесью. Однако ситуация, по словам омских водителей, плачевная. Дмитрий Ковалев выяснил у специалистов, сделаны ли выводы из прошлогоднего ремонта дорог и чем он будет отличаться в этом году. А заодно отыскал самые коварные ямы и составил для автолюбителей карту опасных мест на омских дорогах. Разбитые подвески, сломанные бамперы, езда по встречной полосе. В автомастерских нет свободных боксов. Большинство машин с мелкими повреждениями. Детали шасси и кузова не выдерживают слалома на дорогах. Ремонт, рассказывает Ольга Шатова, обходится водителям минимум в 10 тысяч рублей. Бампера оторванные, подкрылки оторванные. Допустим, на данном автомобиле хорошо видно, что пострадал бампер, пострадало крыло автомобиля. А вот так выглядели дороги год назад. Амичи просили о помощи. Звонили на прямую линию президенту и судились с мэрией. Звучали предложения ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. В итоге на ремонт потратили 1 миллиард рублей. Только тогда водители смогли ездить со скоростью больше 20 км в час. Но уже этой весной на отремонтированных улицах вновь появились ямы. В некоторых местах асфальт, как говорят чиновники, начал шелушиться, поскольку дорожники использовали некачественный материал. Эти участки будут переделывать. У подрядчика гарантийное обязательство за 4 года. И в течение 4 лет он будет устранять все подобные нарушения. Причину подрядчик для себя уже выяснил. То есть все-таки надо более тщательно входной контроль материалов проводить. Впрочем, о решимости контролировать работу подрядчиков говорит нежелание чиновников даже оценивать их работу. Оцените дороги сейчас в Омске? Ну, намного лучше, чем в прошлом году и в позапрошлом году. Ну, сравнивать это не... Это в любом случае будет субъективная оценка. Давайте я это делать не буду. А, не хотите? Нет. Главные магистрали частично привели в порядок. А вот на второстепенных улицах асфальт продолжает разрушаться. Сейчас рабочие только и успевают экстренно латать выбоины на перекрестках. Но пока чинят одни дороги, приходят в негодность другие. Это улица Арктическая. Ямы здесь залатали в начале прошлого лета. Тогда чиновники обещали. Технологии помогут сделать ремонт качественно. Заплатки продержатся два, а то и три года. Но спустя девять месяцев ездить здесь снова небезопасно. Еще одна улица, ремонтом которой не могут похвастаться омские дорожники – третий разъезд. Здесь каждый год проводят ямочный ремонт. Или, как его называют специалисты, аварийно-восстановительный. Но пользы от него немного, конусов не хватит, чтобы предупредить водителей о каждой яме. Таких мест в городе сотни. Единственное, на что могут рассчитывать омичи – карточный ремонт. Когда асфальт укладывают не в яму, а на несколько квадратных метров. Работы начнутся в мае. Уже определены улицы, асфальт на которых заменят полностью. Техника зайдет на главные городские магистрали. Если торги пройдут вовремя, то дорожники начнут работу уже в первые дни лета. Но такой ремонт бесполезен, утверждает почетный строитель Леонид Торшилов. Чтобы покрытие не разрушалось, необходимо укреплять основание дороги. Например, как это было, когда строили улицу Жукова. Там под асфальтом монолитное основание. 25 лет без капитального ямочного ремонта дорога отработала. На сегодняшний день сохранила продольный поперечный профиль. И достаточно ровную поверхность покрытия. Но даже ямочный ремонт можно проводить качественно, уверен эксперт. Для этого в провал нужно сначала заливать бетон и только потом укладывать асфальт. Это поможет сохранить покрытие не только на месте выбоины, но и рядом с ней. Дмитрий Ковалев, Павел Хадынский, Дмитрий Головко. Омск здесь. Амичи теперь могут следить за работой общественного транспорта в своем смартфоне. Разработчик уверяет, люди будут знать точное время прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая на остановке. Мы сравнили новинку с аналогичными приложениями «Мой маршрут» и «Яндекс.Транспорт». Без личных ощущений не могу обойтись, поэтому отмечу. Мне, как и многим, с кем пообщался, интерфейс последней разработки показался наиболее интересным и удобным. Кроме того, в ней корректно отражаются движения маршруток, а они зачастую для многих актуальнее, чем автобусы и троллейбусы. В хабе учтены все последние изменения маршрутов с учетом работы в выходные и праздничные дни. И еще теперь можно узнать, когда машина направляется в парк и попутно подбирает пассажиров. Правда, пока приложение работает только на базе операционной системы «Андроид». После рекламы расскажем, кто может стать новым мэром Омска. Оставайтесь на продвижении. ХП-АйПи. Город звучит. Хорошо там, где есть «Радио Дача». 101.0 FM в Омске. Радио «Сибирь». Слушай себя. Через несколько дней мечи могут узнать имя нового мэра. Накануне конкурсная комиссия провела собеседование с 16 кандидатами на пост городоначальника. Напомню, до этого этапа было допущено 17 человек. Однако в минувший вторник, прямо с заседания в областном правительстве, с подозрением на сердечный приступ, госпитализировали вице-губернатора Станислава Гребенщикова, тоже претендовавшего на кресло мэра. У него в итоге диагностировали гипертонический криз. И за день до собеседования он снял свою кандидатуру с выборов. Остальных 16 кандидатов члены комиссии выслушивали 4 часа. Некоторые выборщики не выдерживали и выходили. И понять их можно. К примеру, кандидат Виктор Чередов предлагал пополнить бюджет, напечатав миллиарды рублей с изображением Новосибирского моста. И то ли взамен, то ли просто так аннексировать у соседей Барабинск и озеро Чины. Еще один претендент на кресло мэра Владимир Казанин объяснил свое опоздание удалением зубомудрости. А Игорь Рыбаков рассказал, что был одним из тех, кто привез в Омск 100 китайских строителей, а потому знает, как привлечь иностранные инвестиции, в том числе и из Америки. Естественно, до финала голосования они не дошли. Большинство голосов по 8 набрали министра труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель, активист Народного фронта Андрей Ярошевич. Чиновник Куприянов объяснял, что развивать город он намерен, решив две главные задачи – благоустройство и наполнение муниципального бюджета. Самая основная сегодня задача по бюджету – это все-таки решить проблему контроля за использованием бюджетных средств. Что касается доходной части, это, конечно же, работа в первую очередь по, как я уже сказал, привлечению в том числе и инвесторов. Второе – это работа с высшими органами исполнительной власти по включению в программы федеральной региональной. А вот на бизнесмена Ярошевича, выражаясь терминологией букмекеров, ставки были невелики. Тем не менее, он подкупил членов комиссии напором и программой. Я проголосовал за Ярошевича, как за молодого предпринимателя. На самом деле, у него была очень интересная программа, которую он изложил. И речь идет о том, что это то, что он своим примером, своими предложениями, своими действиями – это молодое поколение. Теперь Куприянова или Ярошевича мэром большинством голосов выберут депутаты горсовета 19 апреля. К другим темам. 913 километров – такова, по данным Яндекса, протяженность всех омских заборов. Если выстроить их в одну линию, то они растянутся от Омска до Томска, минуя Новосибирск. Разумеется, большинство ограждений в промышленной зоне. Например, у нефтезавода – это более тысячи гектаров огороженной территории. Однако и в жилой части мегаполиса немало заборов, за которыми годами, да что там, десятилетиями ничего не происходит. Дмитрий Куканас прошелся по наиболее известным адресам и узнал, кто и что прячет за высоким забором. Сакен Хусаинов рассказывает, как создавались ворота улицы Жукова. Башни, получившей впоследствии имя архитектора. На эту магистраль возлагали большие надежды. Она должна была стать второй центральной улицей и дать толчок развитию благоустройства по направлению от реки. Но вот уже 25 лет Жукова не может получить законченный вид из-за нескольких пустующих участков, обнесенных заборами. Вопросы собственности, которые стали главнее, чем вопросы градостроительства, и в этом никаким образом не участвует власть, она обрекает вот такие задумки на то, чтобы возникали такие попрешины. И эти незастойные куски, они не позволяют делать город целиком и не позволяют сделать благоустройство таким образом, чтобы это уже смотрелось законченным продуктом. У одного из таких участков на перекрестке улиц Жукова и Лермонтова сменилось пять владельцев. Один из последних хотел возвести вот такую 30-этажную пирамиду, на фоне которой терялся бы даже музыкальный театр. Сейчас право собственности зарегистрировано на кипрский офшор. Еще два участка на пересечении Масленникова и Жукова не имели постоянных хозяев. Одни хотели построить многоэтажную парковку, другие возвести офисное здание, третий – торговый центр. В конце прошлого года постановлением арбитражного суда арендатору, управляющей компанией «Промсвязь», срок для завершения строительства продлили всего на три года. Земля по соседству прошлым летом тоже перешла в новые руки. Председатель совета директоров компании «Русском» Тимуре Лотаре представил градостроительному совету проект торгового центра. Но архитекторы отнеслись к эскизам скептически. Вариант лотарии отправили на доработку. Когда на участке начнется строительство, теперь никто не знает. История с улицей Жукова, когда в потенциально перспективном районе выгодные участки разобрали и заморозили на долгие годы, сейчас повторяется на бульваре архитекторов. В этом месте планировали разбить сквер, но отдали под коммерческое строительство. Застройщик обещал подземный паркинг, но за 9 лет успел только выкопать котлован. Подобных мест в Омске десятки. Исправить ситуацию с долгостроями отчасти помогут новые законодательные нормы о порядке аренды. Теперь, если за три года объект не сдан в эксплуатацию, арендная плата увеличивается вдвое. Собственников пытаются заставить застраивать участки всеми способами. С прошлого года введена в налоговый кодекс норма, которая также гласит, что если в течение 10 лет собственник объекта, прежде всего земельного участка, соответственно, незавершенки какой-либо, не вводит объект в эксплуатацию в течение 10 лет, то ставка налога увеличивается тоже в два раза. Но вот правоприметательные практики касаемо ставки земельного налога еще в Омске нет. Пока же происходящее в Омске соответствуют официальной символике. На флаге и гербе города – стена. Правда, сейчас это уже не крепость на Амии, а город заборов. По данным Яндекса, их общая длина составляет около тысячи километров. Дмитрий Куканус, Дмитрий Головко, Константин Демиденко. Омск здесь. В Омске стало больше отличников. На этой неделе опубликовали результаты тотального диктанта. Если в прошлом году из трех с половиной тысяч человек пятерки получили 60, то в этом из четырех с половиной проверявших свою грамотность отлично получили 300 человек. Омск сохранил позиции и по числу участников. Поэтому показатели наш город по-прежнему в топ-5. Свалки-невидимки в Омске ищут активисты Общероссийского народного фронта. Паблики пестрят фотоотчетами горожан, а чиновники зачастую не замечают проблемы. Как бороться с ней? Увеличивать штрафы или повышать экологическую культуру? Вот об этом в нашей студии. Сегодня мы поговорим с активистом Общероссийского народного фронта по вопросам экологии Евгением Герсименко. Евгений, приветствую. Добрый день. Евгений, насколько вот Омичи активно принимают участие в составлении карты свалок? В данный момент нанесено уже 21 объект на карту. Соответственно, по всем идет работа плановая. И надеемся в скором времени уже получить какие-то первые результаты. Раньше нужно было писать бумажки в одно ведомство, в другое, в третье. Здесь же эту работу берет на себя Общероссийский народный фронт. То есть Омичу достаточно указать точку на карте, приложить туда фото и видеоматериалы. И, соответственно, дальнейшее, это уже наша работа, писать обращения в различные ведомства и инстанции. Знаю, что такая ситуация возникла с одним из мест, указанных жителями, когда люди указали, чиновники говорят, свалки нет. Вы, представители Общероссийского народного фронта, выехали на место и убедились, что свалка все-таки есть. Вот не видят, не хотят видеть чиновники? Почему так происходит? Возможно, проблему замалчивают. Как они реагируют? Природных ресурсов таким вот образом отреагировало. То есть за подписью губернатора Назарова нам дали ответ, что свалки на этом месте не обнаружены. Установлено, что свалка как была на этом месте, так и есть. Там есть абсолютно все, начиная от бумаги, заканчивая останками животных. И сами представьте, рядом находится сельхозугодие. Все это гниет, летом все это горит. Пластик при горении выделяет диоксины, которые дальше ветром разносятся в сторону деревни, что накапливается в тканях организма, вызывая злокачественные опухоли. Мы не хотим, чтобы проблема замалчивалась. И данный проект имеет статус проекта федерального. Находится он под контролем непосредственно главы государства. И я думаю, что чиновники должны отреагировать именно в правильном ключе. По мнению ОНФ, не грозит ли Омску мусорные коллапсы, как ситуация может быть и будет решаться? Новый полигон, который будет построен в Таврическом районе, должен начать работу в 2019 году. Наши омские полигоны, как вы знаете, сейчас работают в режиме накопления отходов. Без их захоронения этот режим накопления как раз должен закончиться в октябре. И я надеюсь, что Минстрой какое-то решение примет, которое устроит всех, чтобы нам этот переходный период пережить. Однако на расширенном заседании Общероссийского народного фронта обсуждался вопрос о введении на территорию Омской области режима чрезвычайной ситуации, дабы продлить вот этот переходный период и чтобы полигоны действующие также продолжили работать в режиме накопления. Потому что если у них, скажем, закончится этот период, то по сути... Некуда будет свозить отходов. Некуда будет свозить и получится, что эта работа, грубо говоря, бизнес под уголовной статьей. Спасибо, что нашли время, пришли в студию, ответили на наши вопросы. Во сколько десятков тысяч рублей вам обойдется отпуск этим летом? Куда лучше отправиться и чего стоит опасаться? А расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это программа «Омск здесь» и мы продолжаем. Чем теплее на улице, тем больше и быстрее хочется в отпуск. В этом году туроператоры пошли навстречу клиентам, открыли раннее бронирование на месяц раньше. Вот только куда лететь? С одной стороны, заманчивые предложения турагентств, с другой, сообщения о терактах и вооруженных конфликтах. Моя коллега Ольга Качкурова попыталась разобраться, куда можно лететь смело и во сколько это обойдется. Турция может оказаться главным разочарованием туристического сезона. На турецкий берег агентства делали ставки в этом году. Туры в страну стали лидером продаж. Все дело в цене – 10 дней для двоих взрослых от 70 тысяч рублей. И вот когда, по данным туроператоров, каникулы в Турции оплатили уже сотни тысяч россиян, Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке полетов в чартерных рейсах. Причина – неспокойная внутриполитическая ситуация в стране. В этом случае туроператоры обещают присадить своих клиентов на регулярные рейсы. Отдохнуть по системе «Все включено» можно, к примеру, и в Болгарии. Цены те же, что и в Турции – от 70 тысяч для двоих взрослых на 10 дней. Но учтите, пляжи в Болгарии платные, а море прохладнее. Путевку на Кипр примерно на 9 дней. В июне по системе «Все включено» на двоих взрослых сейчас можно купить за 95 тысяч рублей, что почти на третье дороже Турции. Зато безопасней, да и климат мягче. Из минусов отдыха на Кипре платить придется в евро. Хорошо, что сейчас его курс относительно к рублю упал. Аналогичная по условиям путевка в Тунис обойдется примерно в 120 тысяч рублей. Туристам гарантируют безопасность. Но по оценкам экспертов, в стране по-прежнему не очень спокойно и сохраняется вероятность терактов. Тур в Грецию стоит от 110 тысяч. За тот же All-Inclusive плюс оформление визы. Около 4 тысяч на человека. И скорее всего, если шенгена у вас нет, купить тур со скидкой по раннему бронированию уже не удастся. Кроме того, бывалые туристы, в Греции пакет «Все включено» братья не рекомендуют. Из-за обилия экскурсий и памятников пообедать в отеле, скорее всего, не удастся. Оптимальный вариант – только завтраки и машина в аренду. А это дополнительные 12 евро в сутки и расход на бензин. Время студенческих беспорядков в стране прошло. Если хочется полной безопасности и умиротворения, то отправляйтесь на белоснежные пляжи Кубы и Доминиканы. Но за это придется заплатить больше. Путевка на двоих взрослых – минимум 200 тысяч рублей. К тому же придется лететь с пересадкой через Москву. А вот Испания с прямым вылетом из Омска обойдется минимум 130 тысяч рублей, но без трат на еду. Расходы на питание, экскурсии, а посмотреть в Испании есть на что, доходит до половины стоимости самой путевки. Зато, как говорят опытные туристы, в этой стране можно насладиться и пляжным отдыхом, и полюбоваться красотой европейских городов. Систему «Все включено» предлагают и в Крыму, и в Сочи. Если покупать пакетный тур сейчас, можно уложиться в 100 тысяч. Но номера в недорогих отелях весьма скромные, бассейна, как правило, нет. Да и по отзывам туристов, российский all-inclusive еще далек от зарубежных аналогов. А вот проживание в отеле, например, в Ялтинском интуристе, похожем на турецкий, стоит уже от 170 тысяч рублей. Отправиться на российское побережье Черного моря можно и дикарем. Билеты на самолет туда-обратно обойдутся в 50 тысяч рублей на двоих. Чтобы сэкономить, езжайте на поезде. Плацкарт стоит в два раза дешевле. Вот только дорога займет почти неделю. Сибиряки, в том числе и жители Омска, стали делать больше покупок через интернет. Только за декабрь число входящих посылок превысило 4 миллиона. Поэтому в новосибирском аэропорте Толмачево, через который приходят отправления, пришлось даже ввести высокоскоростную автоматизированную линию сортировки. Лидер интернет-заказов – Китай. Мы решили посмотреть, какие иностранные товары пользуются особой популярностью омичей и выбрали для вас самые необычные. Интернет-магазины пестрят объявлениями. Наморнюк для собаки может быть милым. Превратить своего пса, например, в уточку вы можете всего за 168 рублей. Но есть ограничения по размеру. Бойцовского пса преобразить так не получится. А вот если в душе вы сами кошечка, то для вас уже придумали электронные ушки за 5,5 тысяч рублей. Они оснащены датчиками, которые считывают пульс, нервные импульсы и шевелятся в зависимости от эмоций, которые вы испытываете. Среди приборов для бытовых нужд мы нашли оригинальный дозатор жидкого мыла. Чтобы воспользоваться гелем, нужно просто нажать на ноздрю резинового носа. Цена – около 700 рублей. А вот чтобы сбросить лишний вес, по мнению разработчиков, еще одного необычного устройства, необходимо лишь два больших пальца ног и 17 рублей. За эти деньги интернет-магазин предлагает пару магнитных колец, ежедневное ношение которых якобы позволит похудеть своим хозяевам сразу на несколько размеров. Принцип действия такого устройства в том, что силиконовые кольца стимулируют точки на пальцах. Правда, за что конкретно эти точки отвечают, производители даже не уточняют. А для тех, кто боится попасть под неожиданный дождь, придумали зонт-капюшон. Держать его не нужно, достаточно просто надеть его на голову. Выглядит, конечно, странно, но от непогоды спасает. Чтобы выйти сухим из любого ливня, придется заплатить около 450 рублей. И, пожалуй, самый волшебный подарок среди товаров в интернет-магазинах – это письма из Хогвартса. Несмотря на то, что последний фильм о Гарри Поттере был снят еще в 2011 году, интерес у читателя к роману Джоан Роллинг не угас. И письма из Хогвартса по-прежнему пользуются популярностью. За 460 рублей можно заказать конверт, именное приглашение в школу магии и волшебства, список всего необходимого для учебы и билет на поезд, который уходит с платформы 9,75. Только хорошего вам приобретения. Это была программа «Омск. Здесь». До встречи через неделю.